Мы во многом часто не умеем проживать свои эмоции. Мы настолько поверили в рассказы наших родителей про то, что мальчики не плачут, что посмотрите, до чего нас это довело. До новой войнушки. Существует при этом параллельная Россия, которая ищет эту новую нормальность в людоедстве, в смаковании, в культе смерти, в общем, в фашизме. Расскажите о себе. Я раньше себя определял как почти 40-летнего сценариста, сибиряка, живущего в Москве, автора или соавтора, человека, работавшего на каких-то крупных, интересных, правда, кайфовых сериалах российских, типа «Звоните Ди Каприо», «Гоголь», «Эпидемия», «Седьмая симфония». С началом войны, ну, я переехал, я довольно быстро, практически сразу же там выставил на продажу квартиру, начал как-то думать, кого еще я могу забрать с собой, да, там, на кого еще я могу надеть эту кислородную маску, да, там, сначала на себя, потом на ребенка, ну, то есть у меня нет детей, да, у меня нет семьи. Что меня в этом смысле сломало, что меня поменяло, сильно перепахало, это Бердянск. Мой папа родился под Бердянском в селе Осипенко. Но когда Бердянск начали бомбить, штурмовать, захватывать, когда я увидел это видео с администрацией, с войсками российскими, которые уже эту вот площадь оккупировали, с двумя линиями, да, вот стоящими друг напротив друга, оцепления, и людей, которые говорили им, уходите, это наша земля, это наш город, да, как в Аватаре практически, в этот момент я вдруг понял, что все то, что я про себя знал, то, что я родился где-то там в Красноярске 45, в закрытом городе, обнесенном забором, колючей проволокой, то, что я там когда-то где-то сидел в каком-то Беладжо в ресторане при Мосфильме, обсуждал какие-то многосезонные, длинные истории, планировал какую-то жизнь многолетнюю дальше в Москве, все это было, оказалось каким-то фейком, каким-то, какой-то просто очередной сказкой, которую я себе про себя рассказал, каким-то временным перемирием между мной и некой империей, да, и некой страной, которая на самом деле десятилетиями, может быть, даже столетиями занималась тем, что гнобило меня и мою семью, и в очередной раз, как, видимо, вся моя семья много лет или даже там десятилетий или даже столетий до этого, я выбрал строить свою отдельную реальность подальше от этого государства, и поэтому сейчас я себя определяю как человека, который просто хочет не наложить на себя руки, не сойти с ума и донести какой-то опыт свой выживальческий. О чем вы думали 24 февраля? Я включил новости, я включил вот это вот обращение про то, что принято решение о начале специальной военной операции, и я не мог поверить, ну, то есть, мне казалось, что это все, все еще какое-то британие оружием, что это все какой-то блеф, что это какая-то попытка в очередной раз призвать какой-то Запад условный каким-то переговором, что это не по-настоящему, а потом в там-сям начался отсчет жертв и погибших детей в первую очередь. У меня два дня ушло просто на то, чтобы поверить, что это все в заправду. До меня дошло примерно 26-го, когда начали звучать знакомые названия. У мой соавтор и хороший приятель Коля Павлов, который вместе с семьей оказался в погребе в деревне под Харьковом, который оттуда что-то в первые дни писал, а потом перестал, например, выходить на связь. В первый момент это было отрицание реальности, а потом, когда она сошла как лавина, я понял для себя и даже, по-моему, написал что-то такое в Фейсбуке, что я не хочу, чтобы мои дети гипотетически рождались на свет в России. Как ваши родственники и друзья отреагировали на начало войны? Кроме, может быть, той девушки, в чьих объятиях я оказался случайным образом в ночь с 23-ю на 24-е, практически не было людей, которые бы принимали войну. Даже мои престарелые родители, они поначалу еще как-то, может быть, говорили, что использовали какие-то обтекаемые формулировки про вот это вот «все и правды мы не знаем», там наверху виднее. Ну, то есть это не может быть правдой. Но в конечном итоге интернет победил телевизор в рамках моей семьи, в рамках моего ближайшего окружения. И все признали, что да, это война, да, это геноцид. Как, по вашим наблюдениям, российское общество отреагировало на происходящее? Я все-таки вращался в кругах людей творческих, то есть людей чувствующих, людей, привыкших пропускать через себя происходящее с целью поиска внутри этого каких-то смыслов, каких-то острых эмоций, конфликтов внутренних, внешних. Мне показалось, что все мое окружение реагировало на это так же, как я. Отрицание, потом сход лавины, и потом какая-то попытка выстроить какую-то новую реальность, потому что понятно, что прежняя жизнь закончилась. Было хорошее выражение, я не помню чье, как можно писать стихи после Аушвицера. И я не понимал долгое время, несколько месяцев, наверное, что существует при этом параллельная Россия, которая ищет эту новую нормальность в людоедстве, в смаковании, в культе смерти, в общем, в фашизме. В людоедском лагере что-то изменилось после 21 сентября. Мне хотелось бы верить, что с началом мобилизации началось какое-то осознание, какое-то... Вот эта вот истина, да, которую Бабченко высказывал, по-моему, его это была присказка «Родина тебя кинет, сынок, всегда». Я мало общаюсь с отечественниками, которых стало, надо признать, много в эмиграции. Сам факт их переезда в другую реальность, который, скорее всего, до этого они даже ни разу не видели. У многих из них впервые появился загранпаспорт. Многие из них впервые переехали в реальность, где можно не быть быдлом вдруг. Может быть, для многих из них этот первый рубеж, эта первая стратегия выживания окажется тем опытом, который их начнет картину мира немножко рушить и менять. Много ли представителей киноиндустрии высказались против войны? Многие люди начали подписывать открытые письма. И это была какая-то форма такого, знаете, фейсбучного протеста, протеста, бунта на коленях, как это у нас принято называть сейчас. Хотя я не хотел бы обесценивать эти голоса. И количество подписавших тогда было гораздо большим, чем количество высказывающихся сегодня. Я не могу никого осуждать из тех, кто сегодня просто не говорит. Ну, конечно, из безопасности, из кафе где-то посреди Вьетнама, да, там, с пальмами, из кафе, проще говорить о том, что тебе больно. Мне очень страшно, как многим из вас уехавшим. Я пересек границу с Россией и больше не возвращался. 8 апреля. Первые, там, 4, 5, 6, 7 месяцев провел в некоем отрицании, в некой попытке сказать себе, каждый день говорить себе, что все это не навсегда. Но сегодня я понимаю, что, скорее всего, я никогда не вернусь. Об этом, обо всем нужно уметь разговаривать. С теми, кто уехал в сентябре. С теми, кто сейчас снова уедет, потому что, скорее всего, будет вторая, третья, десятая волна мобилизации. И каждый месяц, проведенный в каком-то новом месте, он сейчас важен и ценен, потому что, ну, я могу сейчас рассказывать людям о том, как я слез с антидепрессантов и с нейролептиков. Как я умудрился не начать пить. Как жить с ощущением того, что у тебя нет дома. У меня нет дома. Я все время просыпаюсь с чувством «хочу домой, хочу домой, хочу домой», но дома нет. Сейчас стирают имена неугодных режиссеров с афиш театров. Что вы знаете о точечных репрессиях в театре? Я, наверное, не хотел бы в этом смысле выносить ссоры с избы и рассказывать про какие-то истории, которые могут стоить просто титров или карьеры, или каких-то недовыплаченных платежей моим друзьям. Я могу рассказать про свой опыт. Я могу рассказать, скорее, не про то, чтобы не про опыт совсем уж репрессий, а про опыт каких-то, знаете, таких аккуратных, удушливых разговоров. Скоро выходит на кинопоиски, например, сериал «Азазель», экранизация Акунина, которой я начал в свое время заниматься еще в конце 19-го года, еще даже до ковида. Я был тем человеком, я и Маруся Трубникова, первый продюсер этого сериала. Мы были теми людьми, которые произнесли вот эту вот фразу сакраментальную, «А давайте у нас будет как бы 21-й век, но при этом Российская империя не рухнула, и поэтому мы экранизируем вот эти вот все ваши благородия, и поэтому он у нас не мент, да, или там, или не человек из Следственного комитета Фандорин, а он служит там в первом управлении или втором управлении, да, там, в жандармерии, там, условно, в министерство. И эта идея страшно Акунину понравилась. Мы написали 6 или 7 драфтов, ну, то есть черновиков сценария, и мы думали, что мы через это, через эту историю делаем даже не то, чтобы сатиру, а мы делаем сериал про то, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 ничего. Мы хотели рассказать историю про то, что в 2020, там, первом, втором, третьем году все равно у власти был бы какой-нибудь стареющий монарх, у него были бы какие-нибудь дочки, занимающиеся генетическим проектом продления жизни. Империя была бы на пороге войны. На секундочку, в 2019 году мы писали сериал, внутри которого вот-вот должна была разродиться война. Правда, с Турцией. Ну, в общем, Россия стояла на пороге большой войны и скапливала силы у границ. И Фондорин должен был во втором сезоне отправиться на эту войну, фактически стать вагнеровцем условным, и получить ПТСР, и, собственно, вернуться после этого тем самым человеком с седыми висками, с заиканием. И все это должна была быть такая шпионско-немножко конспирологически послевоенная бандиана, такой немножко сериал-каратель даже, может быть, где-то местами. Но вдруг начались какие-то душные разговоры. То есть вдруг нам начали без объяснения причин говорить, что давайте вот сделаем это все веселее, давайте вот без дочек, давайте вот император не будет вот у нас старым, давайте он будет молодым, как Николай II. Мы начали говорить, что ну как бы, а зачем тогда это все? Зачем тогда, в принципе, сохранять эту империю, если мы через это не пытаемся рассказать какую-то историю о преемственности, о том, что мы бежим, идем по граблям. Потом нас просто слили, то есть потом нас просто как бы убрали с проекта и стали его переписывать с другими людьми без особого объяснения причин. Что сейчас происходит с индустрией кино и сериалов в России и что можно ждать от индустрии в будущем? Рынок кино практически умер. То, что не было добито в ковид, сейчас добивается уходом крупных глобальных прокатчиков. Конечно, я уверен, что будут эти практики, как сейчас прокрутка аватара под видом лекции, там такого-то, они будут повторяться и возобновляться, но кино в ближайшее время будет финансироваться, я думаю, только исключительно государством. И на самом деле с сериалами происходит примерно то же самое. Появился глобальный игрок, некий Институт развития интернета. И надо понимать, что это та роль, которую раньше фонд кино играл в отношении кино, сейчас Институт развития интернета и играет в отношении сериалов. Пока они стараются финансировать действительно интересные проекты, молодежные, но потихоньку там, мне кажется, начинается какое-то закручивание гаек и немножко передел рынка. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим большое количество легких комедий, отвлекающих от действительности с одной стороны, и продвижение прям повестки пропагандистской в массы и с другой стороны. Может ли появиться какое-то альтернативное кино? Низкобюджетное, партизанское или говорящее эзоповым языком? Я думаю, конечно, эзопов язык некий появится, потому что, конечно, люди, которые остались и все еще пытаются каким-то образом не дать, не отдать эти заказы совсем каким-то уж пропагандистам кандовыми, которые пытаются где-то пройти между струйками, между госзаказом и какой-то правдой. Они, конечно, будут пытаться какие-то смыслы зашивать и протаскивать. Но в целом, скорее, я бы не питал надежд на то, что возникнет какой-то параллельный кинопроцесс. Может быть, региональное кино, по примеру того, что происходило в Кабардино-Балкарии или в Якутии, может быть, вот такие площадки и такие проекты начнут поднимать голову, но это будет зависеть даже не столько от финансирования или от наличия или отсутствия творцов, потому что, как мне кажется, творцы есть, сколько от ощущения этих площадок и этих территорий себя немножко отдельными от России. Условно, я верю в то, что появится мордовское кино, например, в какой-то момент. Но когда, одному Богу известно. За несколько лет до войны появились проекты из России, которые были всем интересны, начиная от Маши и Медведей и Смешариков и заканчивая Эпидемией, которую купил Netflix. Кому сейчас нужно кино про Россию? И нужно ли? Мне кажется, сейчас на Западе есть некий запрос некая попытка понять, что вообще происходит, как мы дошли до жизни такой. Если мы обратим внимание на ту же самую Великобританию, там недавно буквально вышла целая плеяда сериалов, там от Макмафии до Литвиненко, например, с блестящим тенантом вроде в роли Литвиненко. И то, что делает, например, Александр Роднянский, который пытается сейчас вместе с украинскими режиссерами или с выходцами из России что-то делать для американского рынка, для глобального рынка, мне кажется, такие опыты будут множиться. Я надеюсь, что они будут множиться. Попытка заговорить с другим о том, что произошло, с иным, это и есть на самом деле назначение искусства, потому что искусство трансграничное. Оно смыслы выводит на уровень абсолютного чего-то, на уровень некой правды. Путин недавно потребовал снять кино про СВО. Каким может и должно быть кино про эту войну? Вспомнил про блестящий, гениальный фильм, который, возможно, наилучшим образом объясняет ситуацию, в которой сегодня оказались творческие люди, чувствующие люди, кошачьи миры Луиса Уэйна. Человек, который шизофреник, который воспринимает мир как сосредоточение электричества плохого и хорошего, и который входит в ситуацию Первой мировой войны с комиксами про котов, он рисует картинки котов, он пытается плохое электричество, исходящее от самолетов, от бомб, от пулеметов, только-только что изобретенных, превратить в картинки котов, в открытки с котами. Вот это сейчас, мне кажется, единственное, чем может заниматься нормальный, не сошедший с ума и не уехавший в Россию творец, а значит, самый лучший фильм про войну мы увидим в виде очередной серии смешариков или в виде какого-то мультфильма, который пока еще не снят. Мне кажется, что будущее России за сегодняшними женщинами, за сегодняшними вдовами, за сегодняшними женщинами, которые могут проработать на самом деле эту травму, поднять голову, повязать этот черный платок или наоборот откинуть его как бы назад на плечи и начать что-то делать. потому что обезмужчинивание некое, ну то есть безотцовство, беспризорщина, демографическая яма, она естественна, конечно же, мы это видим даже там на примере статистики, будет только нарастать. Они начинают делать сериал про новых русских женщин, которые потихоньку понимают, что мужчины инфантильны или мертвы, или все, что им интересно, это эскапизм того или иного рода, в водку или в компьютерные или игры, в политику, потому что политика и вот это вот представление фигур на неких там шахматных досках, которыми они грезят, это тоже эскапизм, это тоже не желание заниматься своей маленькой жизнью. Мы во многом часто не умеем проживать свои эмоции. Мы настолько загнали все вглубь, под кожу, мы настолько поверили в рассказы наших родителей про то, что мальчики не плачут, что посмотрите, до чего нас это довело, до новой войнушки. Женщины должны прийти и научить нас снова плакать, научить нас снова чувствовать, открыть нам сердца и научить нас плакать без водки. что делать тем россиянам, которые остались в России и не поддерживают войну? мне из-за этого маня-мирка с пальмами и океаном наверное неловко что-то советовать людям, которые по тем или иным причинам остались. Ребят, вы герои, из-за мамы ли вы остались, или из-за того, что не нашли денег, но вы же их ищите. Не ходите на эту войну, не берите повестки, не ходите в военкоматы для уточнения данных, не отвечайте вот на эти сообщения мне пришло сообщение в приложении налоги.рф в ИПшном моем аккаунте Министерство обороны сообщает вам, что вы не мобилизованы типа сообщите об ошибке, может быть вы все-таки мобилизованы и там две кнопки сообщите далее и какую я должен нажимать. Я как в том меме, как человек, который утирает пот и перед ним две кнопки и обе одинаково плохие. Я не знаю, что нажимать. Я закрыл это приложение и больше никогда его не открою, наверное. Не сдавайтесь, не бухайте. Лучше, наверное, пейте таблетки, ходите на бесплатной линии к психологам, к психиатрам, они есть, эти бесплатные линии. Уходите в лес за клюквой, осваивайте профессии рыбака, плотника, я не знаю, чего угодно, что может пригодиться во время постапокалипсиса или в любой другой стране, когда вы туда наконец-то уедете. Не делайте ставку, как я, на креативность и русский язык. Это очень сложно конвертируется, монетизируется и переходит границы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...